Всем привет! С вами Ольга Чернова и мои краткие обзоры сортов перца. Вот сегодня я описываю перцы именно из этого лотка, который я вчера выбрала для посева в первую очередь. Почему? Потому что у них длительный период от всходов до созревания. Если мы их не посеем в первую очередь пораньше, то мы не дождемся покраснения или пожелтения плодов. Вот до этого я уже вам описала язычок тещи, гранатовый. Сейчас хочу вам показать сорт петушок. Вот этот сорт я буду нынче сеять тоже впервые. Сейчас я вам прочитаю на задней стенке, что производитель пишет. И расскажу, почему именно его я выбрала для себя в магазине, чем он мне понравился. Перец петушок. Раннеспелый, 105-120 дней от всходов до технической спелости. Дружно созревающий сорт. Плоды с нежным вкусом и сильным ароматом. В кулинарии используются для приготовления салатов, овощного рагу, фарширования, консервирования, запекания. Выращивают в пленочных укрытиях и открытом грунте. Растение полураскидистое, средней высоты 48-60 см. Плоды висячие, конусовидные, слегка овальной формы. Гладкие, массой 60-85 г. Толщина стенки до 7 мм. Товарная урожайность плодов в технической спелости около 5 кг. Посев на рассаду в феврале, пикировка. Ну тут дальше все, все как обычно. Вот этот петушок, если перед этим, сейчас я вам покажу. Я вам говорила, что язычок тещи у нас будет для фарширования, потому что у него такие стандартные небольшие плоды, очень удобные. Йола Вондер у нас подходит для салатов, потому что у него толстая стенка 8 мм. Он мясистый такой, кубовидный. Фаршировать его, конечно, жалко, а вот в салаты самое то. Потом язык гранатовый. У нас, видите, такой хоботовидная форма, которая не подойдет для фарширования. И толщина стенки небольшая, которая, ну как, для салата он не очень удачный. Есть и потолще стенки, и посочнее. Но его я взяла только потому, что из него можно готовить паприку, то есть заготавливать на зиму порошком. Так вот, смотрите, этот для паприки, этот для фарширования, этот для салатов. То петушок сочетает в себе все эти качества, и он до того универсальный, что его можно и там, и там применить. Толщина стенки большая, позволяет его употреблять в салаты. Форма удобная, не стручковая. Вот такая конусовидная, как и у Закатющей. Пожалуйста, фаршируйте. Очень удобная форма, не узкая. Такие стандартные плоды, небольшие. Так что его можно, этот петушок, и фаршировать. Его можно и резать в салат. Как мы уже там, я вам читала, слышали. Он и для приготовления рагу, для приготовления салатов, для запекания, консервирования. Вот такие плоды, именно они. У них и хорошая стенка, и хорошая форма, универсальный. Поэтому я остановила свой выбор на этом перце. Летом покажу вам, какой он в реальной жизни. И оправдает ли он мои надежды на то, что он такой хороший. Но он мне очень понравился. Еще такая красивая пачка блестящая. Посмотрим, какой он вырастет на самом деле. До свидания. С вами была Ольга Чернова. И мои краткие-краткие обзоры различных сортов перца. И их характеристики. До свидания.